Екатерина Катрикадзе и Тихан Зиткова в эфире RTVI. Продолжаем следить и обсуждать инаугурацию Дональда Трампа, который буквально пару десятков минут назад вступил в должность 45-го президента США. Пару минут уже. Пару минут, ну, пару... Неважно. Короче, стал президентом Дональда Трампа, 45-м президентом США. Мария Липпен, главный редактор журнала «Контрапункт», на прямой связи с нашей студией. Мария в этом семестре преподает в университете Индианы в Блумингтоне, поэтому выходит на связь в нашей студии как раз из Индианы. Добрый день, Мария. Слышите ли вы нас? Добрый день. Вы слушали, смотрели выступления нового президента США Дональда Трампа. Какие у вас ощущения? Сильные ощущения. Я бы сказала, что это поразительная речь, которая представляет собой такой изоляционистский популистский гимн. Мне представляется... Я не так хорошо знакома с историей инаугурационных речей, но мне кажется, что эта речь должна быть беспрецедентной по тому, что новоизбранный президент Трамп, ни с чего нужно никого поблагодарить совсем и никак не соотнести свое вступление в должность с предыдущими президентами страны и вообще с какими бы то ни было людьми, которым он в чем-то благодарен, на которых он будет равняться. Это было поразительным контрастом со всем тем, что мы слышали в течение инаугурационной процедуры и тому, что ей предшествовало, когда говорились разные речи, выступали разные люди. И все они так или иначе цитировали предыдущих президентов, говорили о каких-то замечательных примерах доблести, мужества, чести и так далее. Что касается Дональда Трампа, то он действительно поблагодарил Читу Обама за то, как они себя вели в течение процедуры передачи власти. А в остальном вся его речь представляла собой перечеркивание всего того, что было до него. И это, надо сказать, довольно-таки поразительно. Еще одна вещь, которая меня сильно поразила, это слово «цивилизованный», которым Обама описал, так сказать, правильную часть человечества. Мне кажется, из уст американского президента это тоже слово, ну, если не беспрецедентное, то чрезвычайно сам. Написал Трамп, не Обама, Трамп. Да-да-да, конечно, президент Трамп. Давайте сейчас послушаем гимн. На короткую паузу послушаем гимн США, который исполняют на инаугурации. А исполняет его, я напомню, 16-летняя девушка, которую зовут... Джеки Иванка. Джеки Иванка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, Джеки Иванка, 16-летняя победительница конкурсов талантов, выступила на инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Мы знаем, что с этим было связано множество скандалов. Звезды масштабные, американские, они отказывались выступать. Давайте мы вернемся к Марии Липман. Да, главный редактор журнала «Контропункты». Тише, для одну секунду. Марии Липман, спасибо, Маша, что вы нас дождались. Вот у меня вопрос все-таки по поводу того, что Дональд Трамп говорил о внешней политике. Понятно, что он не поблагодарил никого, и понятно, что он вел себя так, как он себя вел. Но, тем не менее, он много говорил о том, что Америка останется в союзах, но будет в разных союзах. Но, тем не менее, будет в первую очередь руководствоваться собственными интересами. Это что значит? Он будет все-таки, на ваш взгляд, продвигать эту идею о том, чтобы уйти из НАТО, или как-то меньше вкладывать средств в НАТО. Ослабнет ли НАТО после этого, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что мы не больше узнали о внешней политике Трампа из его инаугурационной речи, чем мы знали до этого. Конкретные шаги и конкретные политические инициативы, которые Трамп будет предпринимать, его администрация, на сегодняшний день никому не известны. Ожидается, что он практически сразу после инаугурации сдаст ряд указов президентских, к которым он, в частности, в том, что касается внешней политики, что он будет отказываться от партнерства Тихоокеанского. Вполне вероятно, что так оно и произойдет. Но, тем не менее, в том, что касается НАТО, отношения с европейскими союзниками, я думаю, что мы знаем очень мало, ничего конкретно в этом смысле Трамп не сказал. И я все-таки вернусь еще раз к этим благодарностям, потому что в преддверии инаугурации ведущие телевизионные говорили о том, что вот интересно, как он найдет сказать доброе слово про свою соперницу Хилари Клинтон. И были примеры того, как предыдущие президенты, только что избранные, говорили такие слова. Но поразительно, что обсуждалось именно это, а оказалось, что вообще ни для кого нет доброго слова. Нет, но в преддверии в тиранде в начале было сказано и Картеру, и Джорджу Бушу, и Белу Клинтон. Нет, он просто поприветствовал. Нет, он сказал здравствуйте. Да, это было скорее приветствуемое. Это было просто обращение. Он обращается прежде всего, конечно, к своим предшественникам, а потом к американскому народу, а потом к народу всего мира. Но конкретное выражение благодарности, восхищения, кто будет для него примером, вот этого поразительно отсутствовало. Я думаю, что действительно ничего конкретного мы не узнали. Это естественность наукрационной речи. Это не речь о политике, это не речь о состоянии дел в стране. Поэтому я думаю, что человечество пребывает в такой же неизвестности относительно того, каким будет это президентство, как было и до этого. Много будет неожиданных вещей. И думаю, что никакого покоя в этом смысле ждать не приходится. Судя по всему, нам только снится. У меня последний вопрос. Вы находитесь в Индиане. Индиана штат, губернатором которого был вице-президент США Майк Пенс. И ощущается ли там какая-то особая поддержка и вице-президенту, и президенту, который сегодня вступил в должность? Потому что мы знаем, как, например, в Вашингтоне или Сиэтле, где абсолютное большинство против Трампа, его не принимают. А вот что происходит в штате, где, казалось бы, должны принимать как минимум вице-президента Трамповского? Я нахожусь в городе Блумингтон. Город университетский, совсем маленький, в нем 80 тысяч жителей, из них 40 тысяч студенты. Это оазис демократически настроенных американцев. Это совсем нетипичные... Здесь все это все время повторяют и мне все время объясняют, что вы находитесь в республиканском штате, но в демократическом городе. И поскольку я здесь совсем еще недавно и путешествовать не приходилось, я не сталкивалась пока что с избирателями Трампа. Тем не менее, ну, просто от своих новых коллег я слышу все время, что в штате есть значительная часть очень бедного населения, действительно, по-настоящему бедного. И, по крайней мере, это одно объясняет то, насколько здесь велика поддержка Трампа, которая еще, конечно, увеличилась с тем, что вице-президент из этого штата. Спасибо большое. Это была Мария Липман из Индианы. Кстати, Индиана, как мы знаем, проголосовала, да, действительно, за Дональда Трампа на этих выборах. Тоже было много вопросов тогда.